Тверской бульвар, пресс-центр ТАСС, пресс-конференция по итогам шестой международной просветительской акции «Диктант Победы» с участием Сергея Нарышкина. Хорошо помню, как рождалась идея этого проекта. И тогда, 6-6,5 лет назад, казалось, что достичь такого масштаба невозможно. Но сейчас мы понимаем, какое заметное место и в духовной жизни нашей страны, и в защите исторической памяти занимает «Диктант Победы». В этом году в «Диктанте» приняли участие более 2 миллионов человек в 61 стране. Активное участие в «Диктанте» 2024 года приняли и жители воссоединенных регионах России. О пристальном внимании к акции говорит и тот факт, что сайт «Диктанта» подвергся беспрецедентному количеству кибератак от так называемых недоброжелателей. В целом, итоги проведенного «Диктанта» говорят о том, что историю Великой Отечественной войны россияне знают весьма и весьма неплохо. Особенно приятно, что половина из тех, кто набрал максимальные 25 баллов, это молодые люди, школьники, студенты. С удовольствием назову имя самого молодого из числа победителей, набравших по 25 баллов. Это 14-летняя Юлия Дуркина из Херхландской области. Акция традиционно проводится под эгидой партпроекта «Единая Россия. Историческая память». Партнерами «Диктанта» выступили Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Движение волонтера Победы, а также министерство, ведомство, негосударственные и общественные организации. В этом году к акции впервые присоединилось много стран Африки, Латинской Америки и Азии. И можно сказать смело, что интерес к нашей акции охватил сегодня все континенты. В этом году тесты для иностранных участников были переведены на 8 иностранных языков – английский, испанский, греческий, польский, монгольский, французский, китайский и сербский. Активным участником «Диктанта» является Китайская Народная Республика. В этом году 15 лучших молодых наших финалистов «Диктанта» из-за рубежа этим летом примут участие в историко-простительных образовательных программах Российского исторического общества. Они приезжают к нам в Россию. В этом году «Диктант Победы» прошел 26 апреля. Участникам было предложено ответить на 25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны, 20 по общей военно-исторической тематике и 5 по региональной. Задания были посвящены 80-летию освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, выходу Красной Армии к границам Советского Союза, юбилеям писателей-фронтовиков и другим темам. На этой неделе мы вносим новый законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Работа над этим законопроектом началась благодаря нашему участию, участию наших добровольцев в проекте «Бессрока давности», который проводится по всей стране по инициативе президента нашей страны. Уже прошли 19 судов, которые юридически признали преступления нацистской Германии и ее союзников именно геноцидом советского народа. Порядка 4 миллионов мирных граждан и военнопленных пострадали только на территории этих 19 регионов. Поэтому мы видим, как сегодня возрождаются идеи неонацизма, мы видим, как ряд государств пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны. Поэтому очень важно, что мы вносим законопроект по этой теме. В законопроекте предлагается прописать формы увековечивания памяти жертв геноцида, порядок их захоронений, а также проведение поисковых работ захоронений. Все представленные участникам диктанта «Победы. Вопросы» были подготовлены профессиональными экспертами-историками. Служба информации Фонда «История Отечества».